Мода есть даже на бисер. В начале 19 века популярны были вышитые радужными блестками безделушки, мундштуки, чехлы, подушечки. Затем в моду вошел модерн, растительные мотивы, крупный стеклярус. Украшения и вышивка стали более лаконичными. В 20 веке популярность бисера пошла на спад. Трансформацию стилей можно проследить в новой экспозиции эти дивные узоры в доме музея семьи Бубновых. Представлены образцы вышивок и наряды помещиц прошлого века. Украшенные бисером, украшенные выпуклым шитьем, искусственным шелком и вот такой бахромой. Ну а дополняет накидку вот это великолепное женское украшение, которое называется агромант. Узорное плетение из шнура. Ну обычно либо из шелкового шнура, чаще бархатного, хлопчатобумажного, даже из металлизированных нитей. Большинство предметов коллекции раньше нигде не экспонировались. Их долгие годы собирал меценат Дмитрий Бурылин. Есть очень ценные вещи. Например, этот покровец. Он датируется 18 веком. В прошлом таким скрупулезным творчеством увлекались и зажиточные крестьяне. Бисер был довольно доступен, хоть его и привозили из Европы. И помещицы, и дворянки. Не чуждо рукоделие было и мужчинам. Безусловно, бисер не только женское рукоделие. В начале 19 века даже по газетным публикациям было известно, что многие губернаторы и военные в чинах держали пяльцы в руках. Ну а некто лихой гусарский корнет Солоницын предстал на семейный совет для того, чтобы обсудить, прилично ли молодому человеку заниматься бисероплетением. Семейный совет постановил, что лучше Солоницын будет заниматься пяльчиками, узорами и вышивками, нежели прожигать свою жизнь за карточным столом. Экспозиция небольшая, камерная, но очень интересная. Внимание посетителей будет сосредоточено на каждом рукотворном предмете. Атмосфера выставки в городской усадьбе 19 века захватывает тонким очарованием старины и демонстрирует детали забытой жизни. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.